В этом году главную зимнюю забаву горки приравняли к аттракционам, то есть, цитирую, к оборудованию, которое предназначено для развлечения пассажиров во время движения. Есть даже специальный ГОСТ, который регламентирует буквально каждый элемент. Ну что же, я предлагаю взять рулетку и проверить, соответствуют ли горки на острове Татышев этим требованиям. Длина стартового участка должна быть не менее 35 сантиметров. Здесь все нормально, даже с запасом. Ширина тоже не вызывает вопросов. Высота горок самая разная и требования к ним тоже предъявляются особенные. Согласно документам, сертификации не подлежит горка, если она высотой до 40 сантиметров. Вот это расстояние. Мне, честно говоря, сложно представить такую горку, потому что даже самая маленькая на острове Татышев имеет высоту от основания до стартового участка 80 сантиметров. Еще одно важнейшее требование нового ГОСТа – качество воды. Дословно оно звучит так. Качество воды, используемое для получения и скрепления ледяных блоков, а также получения поверхности скольжения, должно соответствовать санитарно-егиеническим нормам, предъявляемым к качеству питьевой воды. Один из рабочих, с которым мы попытались уточнить этот нюанс, от нас сбежал. Да вопрос-то простой. Скажите, вода питьевая? Нет. Нет? Да ничего не так. А вот другой его коллега оказался более откровенным. Питьевая мы набираем, чтобы изложить, как говорится, ну, вода со льдом. Здесь это лед не питьевой. А то есть сами горки, лед для горок не из питьевой воды? Нет, не из питьевой. Он набирается с речки. В Татышев парке говорят, что подрядчик должен предоставить всю документацию на воду, но если она действительно не соответствует санитарным нормам, то не очень понятно, как планируется проходить экспертизу. Отдельное требование ГОСТа касается освещения. Горки не должны быть подсвечены только с одной стороны. Кстати, это правило много где нарушается, ну, а вот эта горка вообще не имеет направленного на нее источника света. Обязательство по устранению недочетов берет на себя подрядчик, заверяет в Татышев парке. В техзадании все требования ГОСТа подробно прописаны. Ну, это про контролируемое освещение и маркировку, таблички. На каждой горке будут таблички по правилам поведения на нем. Из нового будет присутствие людей, операторов, которые будут контролировать, как люди себя ведут на горках. И хотя горки еще не готовы, на острове уже множество людей с детьми, которые мечтают поскорее прокатиться. Мы уже дождаться не можем. Вот уже сейчас хотели покататься, но все закрыто. Дети ждут. Новый год – это то время, когда исполняются мечты для детей. Это просто радость. У нас на Чернышевского всегда. И вот приехали тоже посмотреть, как тут обстановка, так сказать. Что без горок не останетесь? Ну да. Ну, это, говорю, это всегда были, как бы без них тоже же скучная зима. Прокатиться люди смогут уже совсем скоро. Открытие главной городской елки и, соответственно, ледового городка назначено на 25 декабря. Главное, чтобы сертификацию горки все-таки прошли. Анна Московских, Павел Пателицин, Енисей. Новости.